В большинстве своём люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить. Если остаётся у них немножко свободы, они до того пугаются её, что ищут каким бы способом от неё избавиться. Иоганн Гёта. Страдания юного вертора. За последние полтора века человеческой истории энерговооружённость и эффективность производства выросли на порядке, а численность населения Земли – всего в семь раз. Столь существенные изменения в сфере техники и технологий вызваны, как переходом от использования в производстве преимущественно мускульной силы человека и животных к использованию техногенной энергии, так и скачком научно-технического прогресса. Тогда почему в условиях резкого повышения эффективности производства не сокращается продолжительность рабочего дня, а для того, чтобы сводить концы с концами и сохранить потребительский статус, людям приходится работать всё больше и больше? Для ответа по существу на поставленный вопрос необходимо понять, какие задачи стоят перед человечеством. Если предельно обобщить, то таких задач выявляется всего две. Задача первая – обеспечение условий выживания и развития биологического вида, то есть обеспечение приемлемого уровня жизни. Задача вторая – осознание и реализация целей, ради которых человечество помещено в биосферу планеты. Для каждого человека это означает, что, соучаствуя в коллективной деятельности, он обеспечивает себе и своей семье достаточное количество пищи, одежды, жилья и других жизненно необходимых вещей. Когда эти первичные потребности удовлетворены, у человека должно остаться достаточно времени и средств для воспитания детей, саморазвития и улучшения общества. Исходя из практики жизни, наиболее эффективная продолжительность рабочего дня не превышает 4 часов. Если же человек в индустриальном секторе загружен работой по 12-15 часов в сутки, как сейчас это происходит в Китае, такой темп жизни выдерживает лишь молодежь, и то на срок не более двух лет. По подсчетам ученых, при уровне развития технологий, которые достигнут к 60-м годам 20-го века для производства жизненно необходимых человеку вещей, продолжительность рабочего дня составляет не более 1 часа в сутки. Выходит, что Прохоров, предложивший в 2011 году увеличить рабочую неделю до 60 часов, только с виду преследовал цели в отношении производства. На самом же деле, это цели его хозяев, и лежат они вне экономики. Его хозяева – управленцы глобального уровня, которые преследовали иную цель – сохранение монополии на управление делами общественной в целом значимости. Чтобы исключить конкуренцию в сфере управления, у обычного благонамеренного человека не должно быть времени на самообразование и воспитание подрастающих поколений, что приводит к скрытому рабовладению, которое может им ощущаться, но не всегда осознаваться. Поэтому в сложившейся экономической системе трудовое большинство работает на удовлетворение потребности паразитирующего меньшинства, так называемой элиты. С точки зрения рабовладельцев, для того, чтобы человек все время был занят выживанием, а не достижением цели, ради которых он появился на свет, необходимо 1. Не сокращать продолжительность рабочего дня. 2. Не допускать роста покупательной способности денежной единицы. 3. Поддерживать в обществе воспроизводство деградационно-паразитических потребностей для того, чтобы утилизировать высвободившееся время и творческий потенциал людей. 4. Вовремя избавляться от негодных и неугодных элементов общества. Пункт 1. Не сокращать продолжительность рабочего дня. В начале своего развития человечество должно выйти на уровень производства, который позволяет бесперебойно удовлетворять жизненно важные потребности большинства людей. Когда жизненно важные потребности большинства удовлетворены, коллективный и индивидуальный труд становится средствами поддержания этого уровня жизни, а в освобождающееся время и ресурсы человечество должно направить на достижение целей, ради которых оно появилось на планете Земля. Реальность такова, что организаторы текущего мирового порядка осуществляют управление на основе отслеживания тенденций, проявляющихся в обществе. У них нет своей армии и разветвленного административного аппарата, зато за счет обладания методологией познания они способны войти в любую сферу человеческой деятельности. Те виды человеческой деятельности, которые укладываются в их концепцию управления, они поддерживают, а остальные стараются подавить. И в этом они подобны садовнику, поливающему, подрезающему, прививающему плодовое дерево. Рассмотрим, как в ходе глобального исторического процесса, проявлялась деятельность этого садовника, задачей которого является обеспечить полную занятость человека и тем самым не дать ему исполнить свое предназначение на Земле. В настоящее время часть ученых выделяет три основных стадии технологического развития общества. Если взглянуть на них сквозь призму задачи обеспечения полной занятости, то вместо этапов развития общества можно увидеть этапы развития системы скрытого рабовладения. В аграрном обществе большинство людей были заняты в сельском хозяйстве, где при производстве продукции преобладало использование мускульной силы человека и животного. Обеспечить полную занятость стало возможным за счет внедрения, во-первых, неэффективного земледелия с использованием отвального плуга, в результате применения которого урожайность падала, а рост технической вооруженности шел только на увеличение посевных площадей, чтобы прокормить растущее население. Во-вторых, скотоводство в промышленных масштабах и личном подворье, которое гарантирует круглогодичную круглосуточную занятость, так как производственный цикл в нем в среднем равен 6-12 месяцам, а управление личным хозяйством требует ежедневной занятости, без возможности оставить хозяйство на кого-либо. Даже если питание мясом является одним из видовых типов питания человечества, то по ресурсоемкости и затратам времени данный тип питания не является оптимальным. Но наука и техника развивались, что приводило к росту производства. Общество стало переходить от натурального хозяйства и бартера к товарному производству и торговли. К 19 веку темпы роста населения оказались гораздо выше темпов роста площадей сельскохозяйственных угодий и скотоводства, поэтому пришлось перейти на новый уклад, который был назван индустриализацией. В индустриальном обществе глобализатор-садовник решил поддержать тенденцию к созданию искусственной среды обитания, техносферы, где развитие техники и численность населения должны быть легко управляемы. Для контроля над распространением техники и технологий были изобретены исторически сложившиеся академии наук и авторское право, которые позволяют осуществлять монопольный доступ к знаниям. Чтобы контролировать численность населения, большая его часть должна быть сконцентрирована на ограниченных площадях, где с него легко стричь капусту во время естественного вырождения из-за жизни в искусственной среде. Таким образом, задача обеспечения полной занятости была решена за счет направления потенциала общества в освобождающегося в сельском хозяйстве на обеспечение жизнедеятельности всеусложняющейся техносферы. Когда в результате развития техники и технологий уровень производства стал выше уровня возможного потребления, возникла необходимость изобретать искусственные потребности человека и снижать ресурсные и технические характеристики выпускаемой продукции, внедряя в производство систему преднамеренного устаревания. Далее общество было переведено на следующий этап так называемого развития. Постиндустриальное общество После того, как в определенной индустриализированной части света устойчиво функционирует множество сетей, связи, транспорта, электрических и прочих, а также структур, оказывающих услуги, проблема занятости местного населения решена необходимостью постоянного поддержания их в работоспособном состоянии. Проект глобализации может двигаться дальше. Большинство индустрии переносится в другую часть планеты, где общество находится на аграрной стадии. Так, например, было с Японией. Когда в Японии была развита вся необходимая инфраструктура для обеспечения полной занятости местного населения, ей был присвоен статус постиндустриальной страны, а индустриализацию стали экспортировать в другие страны Азии. Мы видим, что как бы человечество не совершенствовало техносферу, без высвобождения времени на личностное развитие, человек обречен выживать, так и не осознав своего предназначения на земле. Поняв это, Иосиф Виссарионович Сталин, отвечая на вопрос об условиях культурного роста общества, в своей работе «Экономические проблемы социализма» в СССР писал, «Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день, по крайней мере до шести, а потом и до пяти часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования». Но на Западе, погрязшем в скрытом рабовладении, бытовали иные подходы. От расстрела демонстрации американских рабочих 1 мая 1886 года за требование 8-часового рабочего дня до Джона Кейнса, выбалтывающего соображения о свободном времени для элиты. Как состоятельный человек он, Гейзел, мог посвятить последние десятилетия своей жизни двум самым восхитительным занятием, доступным тем, кто не должен зарабатывать себе на жизнь, литературному труду и опытом в сельском хозяйстве. Пункт 2. Не допускать роста покупательной способности денежной единицы. Покупательная способность денег – это способность денежной единицы обмениваться на определенное количество товаров. Соответственно, покупательная способность зарплаты, пенсии или пособия – это то, сколько товаров может купить отдельно взятый человек на этот доход. Чтобы удерживать человека в состоянии выживания, не позволяя достигать целей, ради которых он живет на земле, во всех типах обществ используются два основных вида инструментов. Инструмент 1. Центральный банк Центральные банки представляют собой закрытую корпорацию банкиров-ростовщиков, являются инструментом надгосударственного управления. Они не подконтрольны правительством стран, в которых находятся. А главное средство достижения их целей – это кредитование под процент. В 1906 году генерал царских спецслужб Александр Дмитриевич Ничволодов в своей книге «От разорения к достатку» писал о социологической доктрине, составленной для банкиров их хозяевами. «Люди эти свято помнят завет Моисеев, данный им своему народу в пустыне. Ты будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобой господствовать не будут». В начале 21 века все до единой страны мира стали должниками транснациональных кланов банкиров-ростовщиков. Изъяв деньги у населения, эта корпорация возвращает в оборот ровно столько, сколько посчитает нужным, без учета потребностей реального сектора производства. Когда эта алгоритмика доходит до еды и жилья, то общество подвергается финансово-экономическому геноциду. Но истории известны примеры иных воззрений по вопросу расставщичества. Уже более 1300 лет расставщичество явно отрицается в Коране. «Те, которые пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот, кого повергнет сатана своим прикосновением. Это за то, что они говорили, ведь торговля – то же, что рост. А Аллах разрешил торговлю и запретил рост. Кому приходит увещевание от его Господа, и он удержится, тому прощено, что предшествовало. Дело его принадлежит Аллаху, а кто повторит – те обитатели огня. Они в нем вечно пребывают». Суть расставщичества понимал и Сталин. Осознав, что доллар – это инструмент порабощения мира транснациональными кланами банкиров-расставщиков, в 1950 году он перестал обеспечивать рубль долларом и привязал его к золоту, чем создал альтернативную глобальную кредитно-финансовую систему. Инструмент второй – средства массовой информации и сложившаяся культура – навязывают каждому слою общества свой уровень потребления. Современная производственно-потребительская система настроена на удовлетворение в первую очередь потребностей элиты, а потребности остального населения удовлетворяются по остаточному принципу, лишь бы не передохли. Но элита и простонародье, несмотря на разницу в потреблении, являются заложниками системы рабовладения, потому как мировоззренческая разница между ними отсутствует. Для недопущения перемешивания слоев общества каждому социальному статусу должен соответствовать определенный уровень потребления. Таким образом, все общество оказалось в долгах, как в шелках, а зарплаты что бедных, что среднего класса хватает примерно на месяц-два потребления соответствующего статусу. 3. Поддерживать в обществе воспроизводство деградационно-паразитических потребностей. Если человек смог заработать денег на приемлемый уровень жизни и высвободить время, то в соответствии с представлениями рабовладельцев, все свободное время он должен затрачивать на собственную деградацию. Реальность такова, что все потребности человека можно разделить на два класса. Демографически обусловленные потребности, без удовлетворения которых невозможно комфортная жизнь и воспитание подрастающих поколений. Вода, еда, одежда, жилье, транспорт, связь, образование. Деградационно-паразитические потребности. Это вредоносные факторы, такие как разврат, алкоголь, табак, другие наркотики и яды и прочие вещи, разрушающие психику человека и его генетику. Следует отметить, что при бездумной гонке потребления некоторые безвредные сами по себе продукты и услуги также могут представлять угрозу здоровью. Чтобы подавить творческий потенциал людей, занять их время и разорвать связь с происходящим в реальной жизни, используя для этого заработанные ими же средства, в культуре поддерживаются традиции потребления различных ядов, алкоголя, табака и других интоксикантов. А с недавнего времени применены технологии виртуальной реальности. Компьютерные игры, некоторые виды музыки, фильмов, телепередачи, литературных произведений позволяют убить свободное время, забив голову бесполезной, а частой вредной информацией. Сегодня это воплощено в различных достаточно компактных гаджетах, легко носимых с собой, подобно сигаретам или бутылке пива, что позволяет постоянно держать индивида под их воздействием. При этом у рабовладельцев появляется возможность сгружать нужную им информацию непосредственно в бессознательные уровни психики людей, и постепенно человек может утратить способность отличать свои собственные мысли от мыслей, навязанных ему извне. Лишившись творчества, он начинает терять смысл и счастье в жизни, начинает убегать от реальности и искать способы, как убить свободное время. В то время как людям, свободным от ранее упоминавшихся зависимостей, зачастую не хватает времени на развитие и воспитание детей. Пункт четвертый. Вовремя избавляться от негодных и неугодных элементов общества. По отношению к тем людям, которые смогли выйти из-под всех вышеперечисленных воздействий, применяется физическая ликвидация. Например, неконтролируемые или уже ненужные лидеры и политики, неприемлемые писатели и поэты, неугодные общественные деятели и ученые уничтожаются с помощью широкого спектра мероприятий. От неприкрытого террора и заказных убийств до традиционных в культуре дуэлей и поединков. С другой стороны, потенциал всего общества периодически гасится в военных конфликтах, в которых гибнут его лучшие представители. При этом можно выделить конфликты двух видов. Конфликты внутри концепции управления, когда между центрами управления нет разногласий по поводу замысла жизнеустройства. Конфликты между концепциями управления, когда у каждого центра управления есть свое видение будущего, и он не согласен принять чужой замысел жизнеустройства. Разницу между ними лучше продемонстрировать наглядными историческими примерами. Так многие воины Европы называют междоусобицами. В реальности это был просто убой неугодных. Отбирались наиболее сильные, то есть являющиеся носителями лучшей генетики. Их тренировали, а потом ввели в бой. Маневренные бои считались признаком трусости и слабости, а потому предпочитали рубиться лоб в лоб. Таким образом, утилизировался потенциал общества, так как в тылу невредимыми оставались не всегда лучшие представители рода человеческого, как по духовным, так и по физическим характеристикам. В итоге, потенциал народа сбрит, и в исторический момент, когда открыта возможность реализовать иную концепцию жизнеустройства, просто нет тех, кто на это способен. Соответственно, процесс скрытого рабовладения в обществе продолжает течь в том же русле. Другое дело, когда война идет между концепциями управления. Она идет не на жизнь, а на смерть. Потому что ставится цель уничтожения носителей иной концепции жизнеустройства. Европейские генералы были очень удивлены и недовольны маневренными боями Суворова. Но Суворов не мог вести себя иначе. Концепция не та. То же самое касается и Великой Отечественной войны. Подведем итог ранее сказанному. Осознание вышеописанного алгоритма обеспечения полной занятости человека в системе скрытого рабовладения позволяет выйти из-под его воздействия, и сейчас для этого есть объективные предпосылки. А именно, действие закону времени, когда невозможным монополия на знание, и все тайное становится явным, в том числе и цели глобальных управленцев, вследствие чего организаторы глобализации на основе библейского проекта «Порабощение человечества» потеряли управление над многими процессами в обществе, в котором появилась альтернативно объемлющая концепция управления. При этом мы не призываем к праздному безделию, которое также ведет к деградации, но утверждаем, что производство и распределение продукции в обществе должно быть ориентировано на удовлетворение демографически обусловленных потребностей большинства людей, а не своекорыстных желаний узких кланов элиты. На наш век выпала уникальная возможность осознать происходящее в жизни земной цивилизации и заняться освоением потенциала ее развития. Человечество может отказаться от психологии выживания и выбрать путь осуществления целей, поставленных нам свыше. Если же люди проигнорируют эту возможность, то потенциал человечества в очередной раз может быть утилизирован либо в результате биосферной катастрофы, либо в глобальном военном конфликте, почву для которого за правила библейского запада усердно подготавливают. От переосмысления каждым человеком целей своей жизни и выстраивания их по приоритетности зависит, как сложится его жизнь и по какому пути пойдет все человечество в целом, либо по пути выживания в борьбе с биосферой Земли, либо по пути обеспечения демографически обусловленных потребностей каждого человека, что позволит освоить потенциал развития и достичь целей, ради которых человечество существует на планете Земля. «Человек бежит по жизни, не жалея ног. Дом, работа, дом, работа, отбывая срок. Выходные передышка, отпуск, как привал. Старость, пенсия, одышка. Ты сюда бежал? Ты для этого родился и за этим жил. Счастье ждал, мечтал, учился, верил и любил. Если нет, тогда пожалуй свой замедлий бег. И начни свой путь начало. Новый человек. 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 Продолжение следует...